Как привлечь туристов в Курганскую область? Что им показать и чем удивить? Житель Шумихинского района Арман Исмогилов нашел достаточно экзотическое решение и привез самого настоящего верблюда. Развитие агротуризма. В таком направлении решил действовать житель села Трусилова. В 2010 году Арман Исмогилов завел личное подсобное хозяйство. Сегодня на его подворье 30 коров, 30 телят, жеребец с девятью кобылами и несколько сотен овец. А теперь еще появился верблюд по имени Калмык, а в простонародье Вася. Сюда он приехал из зоопарка военной части Щучанского района. Предварительно, конечно, узнали. Здесь представитель был, посмотрели, что у нас цели-то благонадежные. Рассказали про свои проекты, что мы здесь тоже хотим контактный зоопарк вроде этого. И поэтому они привезли сами, доставили нам его, рассказали про повадки, про его настроение. Ну, сказали, не плюется, а оказывается, что плюется. За три года своей жизни Калмык успел адаптироваться к нашему климату. На зимовку его переведут в отапливаемый ангар. К тому же в холода верблюд сильно обрастает шерстью, из которой Арман планирует изготавливать сувениры для гостей. Режим питания и содержания верблюда чем-то похож на лошадиный. Его кормят сеном и овсом. Сейчас Вася достиг репродуктивного возраста. И в планах у Армана найти ему невесту. Связываемся вот сейчас в Челябинске, есть там общество Баян. Они занимаются верблюдами. И, возможно, мы привезем для него невесту, а его отправим в Челябинск на обмен. А у нас зато останется возможность в перспективе разведения этих животных. Помимо верблюдов в зоопарке будут телята и ягнята, которых все желающие смогут покормить молоком прямо из бутылочки. Затем появятся кролики, перепелки, канарейки, ежи. То есть животные, которые живут в районе. Но зоопарк – это не единственное развлечение для туристов. Арман предложит гостям на лошадях отправиться в поле, где стоит юрта, изготовленная по традиционным технологиям кочевых народов. Вы знаете, что на Востоке семьи были многодетные. Чтобы эту юрту собрать, разобрать, достаточно 4-5 человек. Это, как правило, была семья, минимальная семья кочевника. Перевозилась, разбирается она в течение одного часа. Часа собирается в течение трех часов с установкой. Сделано без единого гвоздя. Вот мы можем показать. Входная группа – двери деревянные. Они грузились, перевязывались, ложились на обоз. А все это сделано из веревочек. Спасало юрта и от холодов, от степных ветров, и от холодов за счет толстого слоя натуральной кошмы. Сделано с овечьей шерсти. Сам Арман удивляется, что люди до сих пор занимаются этим древним производством. Восстановлена полностью вся технология. Собрать такое сооружение без единого гвоздя – это по-настоящему впечатляет. Внутри по краям все аккуратно усаживались, а по центру у юрты стоял казан, самовар. То есть мы нашим посетителям, нашим гостям будем предлагать именно вот этот коварит и быт кочевой жизни. Деятельность Армана в развитии агротуризма, несомненно, дает большие преимущества району. Это и создание рабочих мест, и привлечение дополнительных средств в бюджеты поселений и районную казну. Администрация Шумихинского района в данном направлении финансовую поддержку данному предпринимателю, к сожалению, на сегодня не оказывает. Но есть другие виды помощи, совместные работы, которые мы сегодня производим. И я думаю, что и в дальнейшем все-таки будет предусмотрен какой-то вид финансовой поддержки данного направления. Уже 20 июля в Трусилово приедет первая экскурсия из Шадринского района. И Арман из могилов тщательно прорабатывает развлекательную программу для ребят. Возможности-то большие в районе. Я сам здесь недавно жил, 6-7 лет. Успел буквально все. И дом построить, и детей завести, жениться, соответственно. И хочу просто показать, что наш край-то очень богатый, красивый. И нигде такого нету. У нас ягоды в лесу. Вот просто можем проехать, посмотреть. Грибы, воздух чистый. Люди, самое достояние-то это люди. Это все надо показывать. Марина Белкина, Александр Киселев, Андрей Бахарев. Информационное агентство Курган.ру из Шумихинского района.